Друзья, открылся уникальный проект «Книжный клуб День». Здесь вы можете не только приобрести книги, но и пообщаться с авторами, задать интересующие вопросы и получить автограф. Широкий ассортимент позволит всем найти книги по интересам. В наших социальных сетях вы сможете смотреть встречи с авторами в прямом эфире. Дополнительная информация в описании ролика. У нас стандартный разговор. Мы продолжаем разговор об информационных войнах. И хочу напомнить, что в прошлый раз мы с вами разговаривали о том, каким образом оказывается воздействие, управляемое воздействие в эмоционально-психологической сфере. Сегодня мы поговорим о том, каким образом ведутся информационные войны, информационная борьба ведется в сфере научно-технологической, вот в такой сфере. В отличие от эмоционально-психологической сферы, сфера научно-технологическая выглядит намного сложнее. И цели, задачи, объекты воздействия там более дифференцированы и сильно отличаются по механизмам воздействия на противника. Значит, там действуют как собственные системы защиты, это воздействие на свои силы для того, чтобы обеспечить их боевую устойчивость, подобным информационным воздействием, так и на средства противника. Значит, различаются механизмы воздействия по основным блокам. Первое. Это воздействие на информационную основу предметной области. То есть, вот как обычно ведется научное творчество. Есть некоторая антология, то есть вот предметная область. Есть методология, которая позволяет, то есть инструмент, порядок действий, как эту антологию перерабатывать в продукт конечной творчества. А эта методология опирается на базовые знания, которые являются стартовым материалом для работы вот этой вот самой методологической машины. Те люди, которые занимаются наукой, хорошо это понимают. Вот эти три блока и подвергаются воздействию противника. Или наших сил по защите этих самых блоков. Значит, начнем с входной информации. Значит, информация, когда речь идет о научно-технической области, рассматривается определенными блоками. То есть, если кто-то сказал букву А, это ровно счет именно на что не влияет. Информационное воздействие в этой сфере, чтобы оно имело какой-то результат, оно должно быть оформлено в какой-то законченный материал. Этот материал является основой для того, который должен быть внедрен в сознание, в среду противника. Надо иметь в виду, речь идет не о сознании личности. В данном случае речь уже идет о сознании коллективов, институтов и даже целых отраслей. Вот это является объектом воздействия. Потому что личность одна в этой сфере мало что делает. Вот это первое. Далее подбирается комплекс мероприятий, которые как бы облекают вот этот блок информации в удобримую форму и обеспечивают внедрение этого информации в соответствующий информационный блок. Для того, чтобы он был воспринят противником и включен в работу. Потому что вот эта работа, она, если этот блок принят, она будет работать по двум направлениям. Первое направление, это, собственно, на конечный результат, который уже будет ложным, искаженным, и он будет вести к затратам ресурсов, бесполезных совершенно, времени и человеческого времени, ну, людского времени, людей, ресурсов, людей. А с другой стороны, он искажает базу принятия решений. То есть базу не принятия решений, а базу обработки информации, которая в методологии. И даже последующие правильные решения могут приводить к неправильным результатам. То есть это долгая играющая вещь. Значит, какие идут вот такого рода информации? Значит, существует несколько вариантов подачи вот этой информации. Значит, первый вариант, который предполагает, что, ну, грубо говоря, условно называется вариант насыщения. Когда дается большое количество очевидно быстро разоблачаемых материалов, но этих материалов много. и та система, которая воспринимает эти материалы, она начинает их перерабатывать. На переработку этих материалов надо какое-то время. Это время тратится. Тратятся ресурсы люди. И когда их очень много, то уход времени на ресурсы людей, на вот эту вот чепуху, на классификацию, что это чепуха, уходит очень много. Честно говоря, я с этим сталкиваюсь постоянно. Поэтому, если кто-то меня смотрит, там, обижается, я могу честно сказать. Вот особенно там начинается вот весна, вот, значит, идет вал информации разной. Приходится людей, я уважаю людей, я должен их изучить, посмотреть, вот, но я порой технически не справляюсь. Вот, чтобы разобраться там с определенным объемом работы, его изучить, и понять, что это чепуха, отбросить, а потом еще вежливо человеку объяснить, что я не специалист, не компетент, или еще чего-нибудь в этой сфере. То есть, вот это вот один из путей. Когда речь идет о научно-технической сфере, то это организованное, скажем, каким-то государством, как это выглядит. Это выглядит в виде какой-то потока каких-то публикаций. Либо эти публикации связаны друг с другом и образуют какой-то такой материал, который нужно еще долго классифицировать, либо просто поток чепухи, который заваливает научные журналы, и в этих научных журналах маскируется какая-то реальная информация. Вот это вот такой путь, который может быть. Второй вариант, который подается, это вариант, который называется, ну, называется в общей просторечии полуправда. смысл этого материала заключается в том, что дается вот этот информационный блок, в этом информационном блоке данные, абсолютно большинство этих данных соответствует действительности, но там выносится небольшая порция некорректной информации, которая в сочетании с этими данными, в механизме принятия обработки информации приводит что это у меня пищит, который в механизме придет, в результате работы механизма работы информации приводит к искаженному результату. Я внятно объясняю это дело, понятие полуправды. Значит, как это выглядит обычно, вот, когда речь идет, это идет поток реальной информации, скажем там, о кооптном научном открытии, и в рамках этого научного открытия вставляется некая информация, которая искажает фундаментальные основы этого открытия. То есть, если реализовать это открытие в полном объеме в том, как они дают, это открытие не приведет к никакому результату. Вот это вот такая полуправда называется. Она тоже очень активно используется, поэтому ко всем этим публикациям в интернете, во всех этих открытых журналах можно относиться очень-очень на спирожных. Третий вариант, который называется логическая бомба. Логическая бомба предполагает, что, ну, точнее, не логическая, а информационная бомба, она предполагает следующее, что там поступает информация, которая идет буквально в разрез всем устоявшимся представлением, но она выглядит очень правдиво. Она, это такая логическая бомба, она рассчитана на то, что у каждого человека существует представление о том, что мы не обладаем полнотой знаний, что существуют некие знания, которые могут быть получены другим путем, и проверить он его не может, а с другой стороны обещание, что вот сейчас все заработает, вот, и что все будет прекрасно, и что надо бы этот путь пройти и проверить, вот, это такое пожелание существует. Вот пример логических бомб, можно сказать, привести такие, вот, они долго гуляют по интернету, они занимают достаточно много внимания у людей, которые занимаются серьезной наукой, приходится на них реагировать, либо даже серьезные люди бывают на них клюют, вот, привожу примеры, скажем, двигатель, который не расходы горючего, никакого, то есть, безыстойный, то есть, он, то есть, двигатель, в котором нарушен основной принцип, то есть, что энергия ниоткуда не берется, вот, когда начинаешь разбираться с таким, там, получается, что там не работает ни гравитация, ничего, попытки его экспериментально сделать, ни к чему результату не приводит, попытки сказать, что как же это, вот, мы все сделали, а вы, так сказать, ничего, мы говорят, обычно, в таких случаях, что вы что-то не понимаете, вы что-то не так сделали, вот, все, и это толкать людей на дополнительные стены, в итоге уходят ресурсы, силы, средства, вообще, в принципе, вот эта вот, технология, которая направлена, она создается для того, чтобы направить научные исследования в какое-то тупиковое русло, привык наиболее эффективные такие примеры полуправды, которые нанесли очень серьезный удар по, например, американским системам, все вы, наверное, слышали по так называемой программе противоракетной обороны, в которой был так называемый воздушный компонент. Это должен был быть летающий лазер. На базе Боинга 747, он назывался так, АБЛ, Air Based Laser, воздушное базирование, он должен был на расстоянии 400 километров, сжигать на этапе старта российские баллистические ракеты путем уничтожения, прожигания вот борта. Вот. Исследования такого рода у нас проходили еще в Феодосии, в Советском Союзе. У нас получились успешные результаты с приходом Ельцина. Все эти результаты и Кравчука там на Украине были в приказном порядке переданы американцам. Они были изъяты, изучены научно и переданы туда. Но нашим военным и ученым удалось кое-что скрыть и многое не додать. Лазер у них появился, у них никогда не было мощных газовых лазеров, работающих в диапазоне одного нанометра, там чуть больше. Вот. Длина волны имеется в виду. Вот. В итоге на этот проект было вброшено несколько сотен миллиардов долларов. Было построено 12 таких самолетов, но решили задачу уничтожения ракет они не смогли по одной простой причине. Они не решили задачу удержения луча на цели. Раз. И не решили задачу создания импульсного лазера сверхбольшой мощности, который способен был бы вызвать так называемый динамический взрыв на поверхности, когда происходит взрывообразное испарение. Возникает ударная волна, она идет внутрь, все там крошит. Они задачу не решили. В итоге несколько сотен миллиардов долларов улетело в никуда. Не получилась у них эта штука. Вот. Ну и много других подобных вещей, которые были применены, много проектов у них, скажем так, закончилось не очень удачно. Вот это пример такой, который можно привести с точки зрения подачи информации, вот как подачи информации воздействия на информационную составляющую вот этого вот блока. Другое направление. Это направление, связанное с модификацией алгоритма методологии работы. Здесь тоже существует несколько направлений работы. Ну, самый простой, это внедрение заведомо искаженной методологии. Значит, точнее так, первый путь это игнорирование методологии. Наверное, очень многие слышали такое, что такое методология, да кому она нужна, да я сел, подумал, все сделал, и там пятое, десятое. Вот. Вот эта идея о том, что надо это игнорировать, это надо забыть, она очень часто внедряется и очень активно внедряется. Вот. Поскольку отсутствие именно методологии не позволяет решить задачи маломальски серьезного рода. Одним из таких направлений по устранению методологии является внедрение идеи о том, что концепция БИК больших данных, баз данных, больших данных позволяет решить все. В чем состоит суть вот этой идеи о больших данных, которая предполагает исключение какой-то серьезной методологии анализа. Она предполагает, что имеется база, огромный массив данных, на этом массиве данных по требуемому направлению, которое я хочу исследовать, делается выборка. Потом по этой выборке выявляются какие-то закономерности, которые там проявляются. Вот эти закономерности, они аппоксимируются какими-то формулями зависимости. И вот эти формули зависимости выдаются как основы для работы. В пределах вот этих базы данных она работает. Но выход вправо-влево за пределы вот этих баз данных очень быстро приводит к тому, что результаты этих расчетов становятся некорректными. То есть они на каком-то кусочке работают, а дальше нет. Таким образом, что это отшибает? Это отшибает возможность совершения серьезных фундаментальных прорывов. Вот такой подход. Любой прорыв это не просто анализ баз данных, знаний, это и способность качественно в новом уровне это осмыслить, понять фундаментальные принципы работы. А это предполагает соответствующую методологию мышления, которую не заменить никаким компьютером. Из этой методологии вырождается, формируется прорыв. Ну а какой прорыв мог совершить компьютер, скажем, если бы он опирался на те данные, на которые опирался тот же Альберт Эйнштейн или тот же Планк, ничего бы не сделал бы. Это чтобы понять философию этого дела, понять те постулаты, на которые опирался тоже Эйнштейн, и выйти благодаря этому на возможность использования математики Риммана для описания гравитации, это мог сделать только человек, обладающий мощнейшим интеллектуальным мыслительным процессом. Вот это вот такое направление, которое вышибает это дело. Второй направлении, как я уже сказал, это искажение вот этого логичного механизма работы. Ну, как правило, оно осуществляется с использованием подходов, когда начинают говорить о том, что первый вариант, который может быть, кстати, очень корректный, формально выглядящий, когда происходит некорректный перенос, подчеркиваю, некорректный перенос, необоснованный перенос технологии работы, методологии работы исследования в одной сфере на другую. Эта приставка, несоответствующая реальным описанию модели, приведет, приводит к тому, что вот этот алгоритм методологии работы данной, применительно к данной сфере, куда внесена, некорректно внесена кусок методологии из другой, ломает эту работу. В итоге рождаются совершенно другие выводы, некорректные выводы. Пока произойдет анализ, почему это так, у коллектива, как правило, который работает в этой методологии, требуется большое время, чтобы перестроиться, осознать эту ошибку, что это ошибка методологическая, а не информационная. На это время научный коллектив выходит из строя фактически. Вот. Это дело активно используется. Но вместе с тем надо иметь и тоже очень осторожно к этому подходить, потому что новые прорывы происходят как раз на том, что методологии, используемые в одних сферах, правильно и корректно включаются в другие, и в итоге происходят научные прорывы. Собственно, так и происходит обычно вот такая научная работа, серьезная научная работа. Еще один подход по разрушению вот этой базовой системы методологической состоит в том, что берется курс на разрушение ее целостности. Значит, за счет чего это достигается? Это достигается за счет того, что начинает создавать специально узконаправленные логикоисследования для частных маленьких вопросов. Отсекая вопросы более общие, более общую методологию, вот в итоге методология частного вопроса не стыкуется с другим частным вопросом, у которого другая методология, и создать какой-то синтезированный объект не создается, не получается возможно. А современная наука и вообще современное движение идет не только от анализа. Анализ это разделение объекта, исследование на детали, чтобы понять, как он работает. А дальше, если на этом остановились, должен идти синтез. И вот когда как раз вот эта технология так называемого искусственного расчленения, она идет разделение методологии, разделение, так называемое, ну, плюрализм методологии, она идет после анализа, расчленения каждое отдельное вот это вот исследование компонента, туда наслаждается своя отдельная частная методология, которую потом не позволяет свести, она не совпадает ни по критериям эффективности, ни по выводам, то есть, ну, нестукуемо. Грубо говоря, возникает необходимость сложить две вещи, зеленое с тяжелым. Ну, как это вот сложить, зеленое с тяжелым? Не сложить. Зеленое с желтым сложить можно, а зеленое с тяжелым нельзя. Вот, пример, такая картина. Как это делается? Это делается опять-таки в соответствующих статьях, очень научных, доказывается, что вот такая методология необходима, вот есть такой важный вопрос, и вот тут развивается под этот вопрос вот такая какая-то маленькая частная методология его исследования, которая внедряется как основа. Далее она выводится от соответствующей научной школы, эта научная школа сидит на ней насмерть, не позволяя обеспечить ее развитие на более широкий масштаб. И стыковаться с другой научной школой нужно. Такая стыковка приводит к ущемлению интересов вот этих вождей этих школ. Вот это внедряется, наслаждается целенаправленно. Вот эта вот вещь тоже такая она делается. Вот. Ну вот если так говорить, то вот основные методы формирования вот этой вот модификации методологической, искажения методологии мышления коллективов в естественной научной сфере они вот так вот построены. Третий блок, вот как мы говорили, это система опорных информации, на которые опираются люди при принятии логических решений. Здесь уже идет речь не столько о методологии, сколько о тех базовых знаниях, которые закладываются, начиная, как говорится, с измольства. Вот. Я не буду говорить о философских вещах, это отдельная вещь. Речь идет о вещах, скажем так, естественных, научных, которые формируются, как правило, в школьной среде. И тут как раз тоже очень эффективно работают примерно такие же технологии. Ну, первый подход, который активно сейчас применяется, вот, это отказ от применения, скажем так. Ну, вот, вы знаете, есть такая формировка, важен мозг нехорошо наполненный, а хорошо устроенный, да? Вот. Вот сейчас в сфере образования, вот, в рамках вот этой системы, ЕГЭ и всего остального. Ориентация делается на мозг хорошо наполненный. То есть, акцент делается на то, чтобы человек должен запоминать в качестве базовой информации для принятия решений огромное количество малозначимых фактов. Ну, типа того, в какое платье было надето Наташа Ростова на балу, вот там стоит вопрос ВЕГА. Если вы не знаете, в какое платье, в какой цвет она была надета, значит, вы на ответ на вопрос одетели неправильно. Полная чушь. первое, что дается, это так называемое заполнение вот этих базовых знаний второстепенным малозначенным материалом, который в реальности малоэффективен. И выбрать из этого базовых знаний какие-то данные, представления для какого-то логичного принятия решения практически не представляется, ну, очень сложно. Это практически вот то, что мы сегодня видим, люди, которые не могут выделить главные какие-то вещи, ну, там, героев войны, к примеру, или, к примеру, когда была Великая Отечественная война, какие-то события, связанные с историей искусства, в том числе и с факультетом искусства, это все вытекает вот из этого принципа. То есть заполнение базовых знаний малозначными фактами, которые не актуальны для принятия решения. Второй момент, который идет, это заполнение баз вот этих вот знаний информации, информации, которая заведомо прибудет приводить к некорректным решениям. Вот опять же из этой же серии то, что я говорил, приходят данные о том, что постоянно сейчас об этом идет информация везде и всюду, народ на это ведется очень сильно. Вот на планете жили гиганты. Вот наша цивилизация существует несколько сотен миллионов лет. Вот в 19 веке была ядерная война. Да, есть такие деятели. Вот Махинжара, это город мертвых в Индии, значит, погиб в состоянии атомного удара. Это все создает определенные искажения. и опираясь на эти базу данных, человек, стремясь понять, совершить какой-то научный отрыв, он уже идет искать не научные библиотеки, не искать какие-то объективные исторические данные, не исторические, а научно-исследовательские данные, которые им нужны. Вот он начинает опираться, искать, идет по пути поиска каких-то артефактов, которые должны ему дать власть. Один ищет копье, которым протнули Бог Христа, лонгена, копье лонгена, другой ищет чашу грааля и всю свою жизнь кладет в никуда. Вот это первое направление. Второе направление. Значит, третье направление, которое может быть, это внедрение туда данных которые являются совершенно четко естественно научными, но которые не соответствуют реальности. Эти данные, которые составляют, это какие данные? Какие-то информации, какие-то законы физики, еще чего-то. Я говорю о естественных научных вещах, поэтому тут не идет вещь об искусстве, эмоциональной сфере, речь идет именно об этих вещах, о каких-то законах физики. появляются концепции всевозможные в большом количестве, они особенно сильно расплодились буквально начиная с 90-х годов, в которых выдвигаются не вполне проверенные идеи и неподтвержденные экспериментами, связанные там с природой мироздания. выдвигаются идеи с тем, что есть эфир или нет эфира. Сторонники эфирной модели и отсутствие эфира. Есть идеи теории торсионных полей и много такого рода вещей. Люди, которые получают эту информацию, которые принимают эту информацию в качестве базовой для своих решений, естественно, при выработке каких-то анализа какой-то материала они его используют и, естественно, приходят к тупиковым выводам. Я знаком со всеми этими теориями, с теориями того же самого эфира. Лично я пришел к выводу, что при никакого противоречия между теорией безэфирной и теорией эфирной не существует. И привожу очень простой пример. Вот скажите, пожалуйста, две волны в воде, ну, волны в воде, они самодействуют с водой или волна с волной? Волна с волной. Вода для них это даже не среда, это то, из чего они состоят. А взаимодействует неоднородность с неоднородностью. Если мы говорим о том, что мы живем в эфире, что существует эфир, то весь сущий мир это неоднородность эфира. Поэтому в принципе не можем ощущать эфир. Да, он есть. Вот такой момент. Вот такие нюансы. это просто небольшая иллюстрация к этому вопросу. Такая вот вещь. Вот внедряются такие вещи и они искажают. Это тоже один из инструментов. Надо иметь в виду, что вот эти технологии искажения информации естественно научной, они могут быть в виде тех же упомянутых информационных бомб, либо в серии каких-то статей, которые искажают представления. Либо в каких-то научных разработках, квази-научных разработках вот эти все вещи работают. Сразу же хочу заметить, что очень часто отличить реальный прорыв от такой квази-разработки очень сложно. Для этого требуется специальный анализ, исследования, логический анализ исследования. Очень часто в результате некорректного анализа хорошие реальные разработки отметаются, фальшивки принимаются к исполнению. Враг работает в этом направлении очень тоже корректно и тоже зачастую на это дело все напарывается. Поэтому надо еще иметь в виду, что при этих научных исследованиях в естественно научных исследованиях реагирования на вот подобные вещи натыкаются на в них безумно вносится и личностный аспект люди, которые приняли тот или иной модель естественно научного искажения либо информационной, либо методологической, либо базовой. они отказаться от этого не могут и это сделать очень трудно. Они продолжают отстаивать и выступают в роли по сути дела таких проводников, что зачастую уводит науку в тупик. Зачастую вот эти вот самые искажения после определенного преобразования в объекте воздействия возвращается к авторам этих воздействий в искаженном варианте, которые уже им кажутся авторам этих воздействий кажутся очень даже интересными истинными. Производится вот такая накрутка. Поэтому вот такая картина. Сегодня вот, например, в отношении таких вещей, как, например, теория относительности Эйнштейна, очень много инсинуаций абсолютно диких, когда говорят, что Эйнштейн еврей, поэтому придумал вот эту вот гадость, которая завела науку в тупик, до тех, кто, значит, говорит о том, что это ничем не проверенная вещь, что она тупиковая вещь, что он типа того, что науку завел в тупик. Но эти люди просто не понимают фундаментальных вещей о том, что Эйнштейн, например, специальная теория относительности у Эйнштейна выросла из гипотезы Пуанкаре, оттуда еще выросла, а общая теория относительности теории гравитации Эйнштейна проверена была полноценно, экспериментально, причем многократно она перепроверялась, одна из самых последних проверок была проведена американцами на самолете Б-52, который с дозаправкой прошел практически обогнул землю, и расчетное время задержки времени на борту самолета получилось точным, соответствующим концепции Эйнштейна. Поэтому расчетный фундамент Эйнштейна это вещь реально существующая, и когда это дело искажают, то соответственно это отбивает сразу же большой блок аналитическое, вернее методологического исследования, которое используется при работе. Да, у Эйнштейна были проблемы, какие проблемы? Всю свою жизнь Эйнштейн пытался свести три вещи, так и не свел, не смог он это сделать. Это специальную теоретоносительность, общую теоретоносительность и квантовую механику. И до сих пор это так и не сделали. Но это уже лежит в другой плоскости, совсем другой плоскости. Она тоже естественно научная, но очень высокого уровня. Для этого нужно переходить на иной мировоззренческий естественно научный уровень. Это уже другое. Ну вот моя лекция закончилась, выступление, поэтому я готов отвечать на ваши вопросы. Вопрос. Не так давно был ракетный удар, в котором говорили о том, что использовались кинжалы. на украинской территории. Вот ваше мнение, это по каким-то специальным пунктам управления, в том числе НАТО? Вы знаете, я здесь перед началом рассказывал это все. Значит, в рамках вот этого удара возмездия, так называемого, де-факто был отработан технология комбинированного поражения глубоко эшелонированной системы противовоздушной обороны НАТО, не Украины. Должен пояснить, что организация удара разнородными силами, когда одна ракета летит со скоростью 10 махов, другая ракета летит со скоростью 0,8 маха, третья летит со скоростью вообще 1,1 маха, 140 км в час. Организовать технически очень сложно, потому что ракеты должны походить в какую-то последовательность. удар предшествующий должен обеспечивать благоприятные условия для удара последующего. Ракеты должны идти в обход зон противовоздушной обороны с учетом возможного поражения этих зон. Это очень сложный вопрос. Поэтому был отработан этот удар. Был впервые в истории человечества произведен групповой удар гиперзвуковым оружием. Именно гиперзвуковым оружием, а не баллистическими ракетами, которые тоже связаны с гиперзвуковой скоростью. А это гиперзвуковое оружие с головками самонаведения на конечном участке. Он прошел успешно. Был групповой залп по украинским данным шестью кинжалами. по украинским данным. Был поражен четко был поражен один ракетный комплекс НАСАМС, зенитный ракетный комплекс. Был поражен центр, где дислоцировались командования войск НАТО, которые гадились там, которые командовали ВСУ, там очень погибло много военных офицеров НАТО. Там были поражены какие-то другие очень важные объекты. Потом пошел удар крылатых ракет и сочетание с ударами беспилотников. Вот это все пошло вместе, решили все задачи. Поэтому это не просто был удар возмездия, это был удар чисто по отработке новых форм нанесения ракетных ударов по цели. Потому что когда пробили коридор ракетами, туда пойдут уже пилотируемые самолеты. могли бы пойти. То есть шел он пробит, потом пошли пилотируемые самолеты с противорегуляционными ракетами, если там где-то что-то зашевелилось, добивается. И потом пошли ударная авиация выравнивать бомбами и высокоточным оружием тактического радиуса действия то, что уцелело на земле. Примерно так. Вот это отработали. Это отработали. Сразу четко оговорю, что не было никого экилоков. То, что я рассказываю про самолеты с противорегуляционными ракетами, ударные самолеты, это известные вещи о тактике действия американцев. Наша находится за пределами этой закрытой информации. Я сам участник войны в Афганистане, 1984-1986 год, Жалобатская бригада. Я знаю, как воюют американцы против Советского Союза, идеологически во всех отношениях. И китайские коммунисты с американскими империалистами очень великолепно воевали против Советской армии в Афганистане. Не получится ли здесь такой же сценарий идеологический и материальный во всех отношениях, что просто разыграют хороший спектакль и американцы, и китайцы, и результат будет такой же, как против Советского Союза. Спасибо за лекцию. Пожалуйста. Значит, не будет, потому что ситуация радикально поменялась. Сегодня смысл вообще всей операции против России состоит в том, чтобы взять Россию под НАТО, под глобальный контроль. Под глобальный контроль. И потом, используя объединенные ядерные потенциалы России и Китая, России и Соединенных Штатов Америки, диктовать ядерным шантажом свою волю Китаю. В расчете на то, что Китай, если рискнет отвечать ядерным оружием, будет отвечать ядерным оружием по России. У Китая около 400 ядерных боеголовок, из которых менее 100 ракеты способны достичь территории США. Эти ракеты не маневрирующие. Поэтому уничтожить около 100 китайских ракет американская система противоракетной обороны сможет. А остальное 300, около 300 боеголовок китайцы могут пустить только по России. Поэтому Россия должна выступить в роли ядерного громоотвода китайского. А если Китай на это не решится, понимая, что он будет стерт объединенным ракетно-ядерным ударом России и США полностью, то китайское руководство будет вынуждено преклонить голову перед властью глобальных элит. Поэтому в этих условиях условием выживания Китая является выживание России. Если Россия падет, неизбежно падет Китай. Расчет на то, что Россия будет развалена и Китай и так сказать американцы не смогут распользоваться Россией как ударной силой, нейтрализовав российский ядерный потенциал с этой позиции диктовать волю Китаю не совсем корректен. Это американские отлично понимают. Ну хорошо, распалась Россия. Китай куда пойдет? Кто заберет Дальний Восток? Кто заберет ядерное оружие, находящееся в Сибири? Кто заберет научные центры Новосибирск и многие другие, где куевается это ядерное оружие? Китай. Китай может мобилизовать армию в 20 миллионов человек в течение месяца двух. А общий мобилизационный ресурс Китая около 300 миллионов человек. В два раза больше, чем население России. Это данные официальные. Вот. Поэтому для штатов распад России и для глобалистов в результате смены власти смерти подобны. Потому что если Китай становится вот такой мощью, с ним будет им никогда не справиться. Им нужно взять Россию целиком. И они постараются это делать. Поэтому и подали Мус заявил об преследовании Путина. Я думаю это ответ Запада на удар по штабу где погибло большое количество натовских офицеров. Значит это правда. С одной стороны. А с другой стороны борьба за Россию переходит в заключительную фазу. Есть интересный вопрос. Давайте я тогда расскажу. Недавно в Китае приняли директивно или это уже законодательно чтобы все территории которые соприкасаются с Китаем с нашей стороны больше не писались по тому как они у нас называются например Владивосток или еще какие-то там города а только имели китайское название. Вот на ваш взгляд каковы перспективы того что Китай в принципе должен вы уже вкратце немножко коснулись этого дела имеет планы на нашу территорию вообще как на ваш взгляд. Значит в контексте того что я уже сказал в случае распада России он имеет планы на эти территории да это однозначно в случае распада России Китай будет брать эти территории и разговор о том что Китай боится холода это полная чепуха это раз второе что я хочу сказать значит а это достоверные данные я вот сильно сомневаюсь очень сейчас много сейчас очень много идет фейков преследующих цель расколоть китайско-российские отношения потому что российско-китайские отношения вот этот союз это смерть для американской геополитики и поэтому все что угодно они для этого делают то что я вам сегодня рассказывал про сознание про управление естественно научными вещами вот он классический пример вот классический пример поэтому к этому надо относиться очень осторожно вот если мне положат на стол как говорится карту в которой достоверно привезенную из Китая проверено что это не сделанный эффект и там это так изображено тогда я в это поверю пока этого нету я в это не считаю я считаю это фейком большое спасибо за вашу уже не первый раз встречаемся да к сожалению немножко такой тоже может быть даже узкоспециальный вопрос как вам кажется по какой по какому сценарию по какой модели развивается и будет развиваться информационно-психологическая операция ставящая цель развал России и создание в ней как бы сказать неомайдана такого и не будет ли она во многом соответствовать классической модели информационно-психологической операции Андрея Манойла заранее спасибо значит я на эту тему скажу следующим образом киберпространство информационное пространство СМИ это маленькие фрагментики общей информационной операции я вам в этом рассказывал еще три тому-то занятия или четыре тому-то занятия назад инструментами воздействия на информационную среду наиболее эффективными являются материальные воздействия экономические и военные вот серьезным ударом по стабильности России будет например провал наших вооруженных сил на востоке Украины такое может быть если будет принято политическое решение оставить какие-то траектории я уже говорю территории я уже об этом говорил что следуя сообщению Коношенкова официально генерала Диана Коношенкова можно сделать один вывод что Херсон был оставлен исключительно по политическим соображениям помните какой это был моральный удар в нынешних условиях это будет еще более страшный удар то что куда могут пойти удары я уже говорил это и на Белгород может быть попытка удара и на Приднестровье тоже могут быть удары это будет серьезный удар поэтому конечно она будет развиваться по схеме такой повод вот этот информационный раскрутка в средствах массовой информации с использованием турбопатриотов и турбореволюционеров идеи о том что армия ни на что не годна спецслужбы предатели президент значит ни на что не способен далее на этом фоне массовые организации протестов оплаченных в том числе в том числе не им самим а организаторам этих процессов далее на этом фоне отстранение президента от власти вот примерно так вот такое они сейчас могут проводить сценарий в этом контексте надо иметь ввиду что на этапе когда эти вещи начнут подавляться значит надо содействовать их подавлению потому что иначе придет пятая колонна может быть другой вариант когда вот на фоне вот этих вот волнений просто явочным порядком президента устранят либо под видом что его где-нибудь там задержали либо уговорят что он куда-нибудь выиграл какую-нибудь страну либо просто вот как Николая Второго вот пришли там и сказали дядя давай уходи в этом случае станет вопрос придет марионетка какая-то которая начнет крушить вооруженные силы все останавливать военные действия заключать мир и все прочее вот в этих условиях в этих условиях тоже надо поддерживать армию и спецслужб но уже в другом ракурсе по сопротивлению вот этому преступному режиму и в данном случае уже вот против этого режима преступного режима будет вполне законно выступать с массовыми протестами в поддержку армии и флота вы знаете я могу сказать только одно будет или не будет не знаю когда в 93 году все было оно было и я хочу заметить что в 90 годы в 90 годы да это было поколение предателей наше поколение предателей сдавших Советский Союз вот тогда в Москве там в центре убивали людей а вся Москва жевала сопли сникерсы вот и спокойно смотрела как расстреливают по телевизору Верховный Совет вот вот сейчас сейчас да сейчас есть и основания полагать наблюдая нашу молодежь на том же самом фронте вот что таких людей которые будут выступать будет много больше вот в том числе и те люди которые могут очень быстро приехать с Донбасса и отнюдь не на Жигулях понимаете о чем я толкую поэтому тем более таких надо поддерживать поэтому надо быть надо четко понимать самое страшное для нашей страны это либеральная хунта либеральный реванш они уничтожат либо уничтожат нашу страну либо бросят нашу страну в ядерное пекло против Китая все либеральный тюрь либеральный